В Кронштадте завершено восстановление первого советского морского робота. В Кронштадте завершено восстановление первого советского морского робота. Оснащенный двумя манипуляторами и видеокамерами, морской комплекс МТК-200 на гусеничном ходу стоял на вооружении военно-морского флота в 1980-х годах. Он позволял проводить обследование и фотографирование затонувших объектов, заводить шланг с воздухом в подлодку, терпящую бедствие, поднимать на поверхность предметы весом до 100 килограммов. Также робот обеспечивал ремонт подводной части корпусов кораблей, причалов и проведение научно-исследовательских работ. Комплекс станет первым необитаемым экспонатом Музея батискафов и глубоководных аппаратов Эра Гидрокосмоса, собравшего крупнейшую в мире коллекцию в составе шести обитаемых подводных аппаратов. Музей батискафов и глубоководных аппаратов Эра Гидрокосмоса начал формироваться в 2017 году под руководством начальника службы поисковых и аварийно-спасательных работ главного командования военно-морского флота России. В реставрации подготовки и экспозиции участвовали судостроительные заводы «Адмиралтейские верфи», «Пело», «Канонерский судоремонтный завод», предприятие «Абуховское». Непосредственные работы по восстановлению и подготовке к показу экспозиции проводил личный состав научно-исследовательского института спасания и подводных технологий ВУНСВМФ, Военно-морская академия, аварийно-спасательного отряда, экспедиционного аварийно-спасательного отряда, Специалисты управления поисковых и аварийно-спасательных работ Балтийского флота, Службы поисковых и аварийно-спасательных работ Ленинградской военно-морской базы. Напомним, что музей батискафов и глубоководных аппаратов Эра Гидрокосмоса под открытым небом расположен на пристани у Петровского парка Кронштадта и работает для посетителей в выходные дни. Подводные аппараты собраны из различных регионов страны, где они находились на оснащении частей военно-морского флота, научных организаций и предприятий рыболовной промышленности. С их помощью можно было транспортировать водолазов, проводить аварийно-спасательные, ремонтные и исследовательские работы. Перед экспонированием все аппараты прошли реставрацию, в которой приняли участие военнослужащие Ленинградской военно-морской базы и представители судоремонтных заводов Санкт-Петербурга. В настоящее время расположенный в Кронштадте филиал парка Патриот Западного военного округа включает в себя следующие объекты – эскадренный миноносец «Беспокойный», музей батискафов и глубоководных аппаратов «Эра Гидрокосмоса», комплекс береговых батарей, южную оградительную стенку Кронштадтского порта, западную дамбу Устрогатки, Кронштадтское адмиралтейство, форты Александр Ай, Чумной и Кроншлетт, музей АЭС Попова, административный корпус «Гостевой дом» и партизанскую деревню.